Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Камилы Хайрулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В России впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Муфти Республики Татарстан Камиль Хазрат Семигулин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подписали меморандум о сотрудничестве. В Императорском зале Казанского университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов ДБА и МБА. Казанский университет посетили представители Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Гостям провели экскурсию по Музею истории, Императорскому залу и Ленинской аудитории. В завершении встречи ректор КФУ Ильшат Гафуров и исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Алексей Маслов подписали меморандум, целью которого является развитие академического сотрудничества и укрепление связей между вузами в области образования и науки. В Духовном управлении Мусульман Республики Татарстан муфти Республики Камиль Хазрат Самигулин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подписали меморандум о сотрудничестве. Подробнее в следующем сюжете. Духовное управление Мусульман Республики Татарстан и Казанский федеральный университет уже давно планируют совместную работу, поэтому в результате встреч было принято решение формализовать совместные взаимодействия. Работы будут осуществляться в разных направлениях. Это просветительская деятельность, работа с книгами, телевидение и общение со студентами. У нас огромное наследие, которое мы получили исторически от наших предшественников, и это наследие сегодня нуждается в изучении, понимании и передаче новым поколениям. По словам Ильшата Гафурова, в этой работе Казанский университет скоординирует свои усилия прежде всего с Духовным управлением Мусульман и Санкт-Петербургским институтом восточных рукописей, Российской академии наук, где скопилось достаточное количество материала. Все наследие нуждается в особом режиме хранения, и возможностями духовного управления оно может быть распространено среди подрастающего поколения и для всех нуждающихся в этом. Это и Болгарская академия, и другие учебные заведения, которые находятся под руководством духовного управления. Мы рады работать с таким университетом, как КФУ, потому что он один из лучших университетов в мире, да что там в мире? Сам глав в Татарстане, он лучший. Наследие насчитывает десятки тысяч единиц хранения. Рамиль Хайрудинов отметил, что нужно сразу отвергнуть разговоры о том, что наследие в опасности, и подчеркнул, что в отделе редких рукописей Казанского университета можно увидеть коллекции, которые находятся в самых надежных руках. Речь идет не только о прикладных моментах. Конечно, там можно найти отдельно выделить богословское наследие, литературное наследие, дневники шакирдов, учебники татарские различного периода. Речь идет именно о фронтальном осмотре всех коллекций, которые есть на сегодняшний день. В дальнейшем планируется присоединение к проекту и других организаций, в том числе представителей частных коллекций. Совместно с издательством «Хузур» и с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан создается отдельный портал, на котором будут расположены рукописные и печатные наследия. Казанский университет и издательство «Хузур» уже приступили к оцифровке выдающихся памятников исламской литературы и книг религиозного содержания. Энджеми Небаева, Ленардо Влетьяров, Университет. 18 марта в Казанском университете состоялось заседание ученого совета. Смотрим. В начале мероприятия работников университета отметили государственными и ведомственными наградами России и Татарстана. На заседаниях прошли выборы заведующих кафедрами, представление к присвоению ученых званий и обсуждение процесса выдачи дипломов докторам и кандидатам наук. Обращаюсь ко всем членам диссертационных советов. Поскольку, получив право самостоятельного присвоения степеней доктора наук и кандидата наук, мы несем с вами, уважаемые коллеги, полную ответственность. На мероприятии также состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с экспертно-аналитическим центром Союза нефтегазопромышленников «Консалтинг». Согласно этому документу, Казанский университет выступит в качестве научной площадки для разработки умных микроконтейнеров. Биоразлагаемые нано-капсулы способны доставлять активные вещества без ущерба продукту и окружающей среде. Микроконтейнеры планируется использовать для решения экологических проблем и увеличения эффективности работы скважин на нефтяных месторождениях. Завершая заседание, Ильшат Гафуров внес предложение о процедуре открытия будущих мероприятий гимнам университета. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Ленар Довлетиаров, Универньюз. В императорском зале Казанского университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов ДБА и МБА. Все подробности далее. Двухлетняя программа МБА и четырехлетняя ДБА дают выпускникам звание мастер и доктор делового администрирования соответственно. Программы рассчитаны на подготовку востребованных специалистов в управлении бизнес-процессами, ориентированных на современные потребности глобального рынка. За 20 лет существования Высшая школа бизнеса Казанского университета подготовила уже более тысячи специалистов и открыл торжественную церемонию по вручению дипломов ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Я прежде всего хочу поблагодарить за то, что Вы выбрали именно бизнес-школу Казанского университета, которая за последние годы начала принимать активное участие в международной конкуренции бизнес-школу. И в этом году, точнее в прошлом году, впервые оправдали список лучших бизнес-школ по версии УЭС. Вручали дипломы Ильшат Гафуров и генеральный директор АО «Связь Инвестнефтехим», председатель Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса Казанского университета, председатель итоговой аттестационной комиссии программ ДБА и МБА Валерий Сорокин. Также поздравил выпускников и директор Высшей школы бизнеса Алсу Ахмедшина. Хотелось бы поблагодарить вас за сильный подход к учебному процессу, за успешную защиту выпускных проектов и пожелать вам использовать полученные знания и все их правильщики и инструменты вашей профессиональной деятельности и с годностью носиться к престижным во всем мире степени МБА и ДБА. Церемония завершилась памятной фотографией выпускников. Это крутой курс. Мне очень запомнилась сами программы обучения. Они были классные. Преподаватели, высокого класса преподавателей, ну и, конечно же, друзья-однокрупники, с которыми мы за два года сдружились и стали настоящей командой. По словам выпускников, программа будет особенно полезна тем, у кого уже есть управленческий опыт. Рекомендую эту программу проходить не сразу в юном возрасте, как только вы закончили университеты, а обязательно проработав как минимум пять лет. Тогда вы действительно получите полезные знания, которые вам пригодятся в дальнейшем в вашей трудовой деятельности и прокачают вас как крутого специалиста. Диана Жленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось пленарное заседание 9-го Конгресса студентов Республики Татарстан, в рамках которого аспирант КФУ Руфат Киямов был переизбран на должность президента Лиги студентов. Репортаж с мероприятия вы сможете увидеть в следующем выпуске «Универньюз». В России впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Что это за штамм и чем он отличается от других в нашем следующем сюжете. Обнаружение южноафриканского штамма коронавируса вполне ожидаемое событие. И он рано или поздно должен был появиться у нас, как когда-то первый коронавирус. Серьезных отличий данный вариант коронавируса не имеет. Однако он действительно быстрее передается, но это не является чем-то ужасным. Это коронавирусная инфекция сама по себе, это не слишком заразная инфекция. И по заразности сопоставимо с обычным сезонным гриппом. Есть такое понятие, как репродуктивное число у вирусов. Это сколько новых заболевших заразит один болеющий человек. И вот при современной ситуации, с ограничениями и со всем, один больной коронавирусной инфекцией заражает двух примерно человек. А если его заразность коронавируса повысилась на 50%, это означает, что заражает теперь не двух, а трех. Южноафриканский штамм впервые обнаружили на территории Южноафриканской республики. Поэтому дали такое название. Об обнаружении нового штамма коронавируса власти сообщили в конце прошлого года. По своим каким-то проявлениям именно патологическим, то есть по симптоматике вызываемого заболевания, эта инфекция новым штаммом ничем не отличается, по большому счету. Штаммов коронавируса известно уже огромное количество – более 200. На слуху всего лишь несколько – бразильский, южноафриканский, британский. Все они, скорее всего, как и южноафриканский штамм, рано или поздно окажутся в России. На этом все. В студии была Камила Хайрулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!